Привет, друзья! Я вижу себя со стороны, сказала она. Стояла, делала разгрузку, шёлтай-болтай. Вдруг в какой-то момент говорит, а я себя со стороны вижу. Ну, такое бывает иногда, но я сразу понял, что легко входит в транс. Некоторые входят в транс на пике расслабления, некоторые входят в транс на пике напряжения. Вот она вошла в транс, когда расслаблялась. С помощью разгрузки. И вдруг увидела себя со стороны. Я знаю, что есть люди, которые на пике напряжения, например, в ситуации клинической смерти, тоже видят себя со стороны. А некоторые видят туннель, и там в конце туннеля свет, и вот они там летят к этому свету. Потом их не убедишь, что никакого туннеля нет. Она тоже видела себя со стороны, хотя никакой клинической смерти не было. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что вот эти психические феномены, которые возникают у людей в различных ситуациях, у меня однажды было. Я вам рассказывал как-то в одном из роликов, из стихотворения, потом написал, меня пронзила бесконечность, разумность жизни, беспредельность, во всякой точке постоянная, непроявляемая. И только в этот момент моего напряжения проявилось, и в этот момент как бы, чтобы я уцелел. Потому что это была ситуация, когда я смотрел с высокого этажа вниз на островок снега. Представьте себе, чёрная ночь, высокий этаж. Я смотрю после сильных утомлений, напряжений, бессонных ночей, ожиданиях самолёта и так далее, и так далее. И вот я с другом там сидел, выпивал, я тогда выпивал, тем более сухое вино, которое мне нельзя пить, я его не пью никогда, а сейчас вообще не пью ничего уже много лет. Так дело же не в этом, дело в том, что там на пике напряжение, у меня то же самое случилось, только у другого содержания. Я сейчас расскажу, в чём дело. Я смотрел на этот островок снега, и вдруг мне показалось, что меня может потянуть туда. Я себе мысленно сказал назад, отпрянул оттуда, и вдруг меня как придавило, как сдавило, что даже шелохнуть пальцем невозможно, даже думать не моги. И держало, пока я не стих. Потом я встал, я вышел, в коридоре сидит мой друг, профессор Королёв, бородка к клинышкам, значит, он сидит по телефону с девушкой, разговаривает, три часа ночи. Я ему говорю, оно есть, оно есть, а я-то атеист. А он мне говорит, да, оставьте меня, дай с девушкой поговорить. А потом я утром проснулся, смотрю, у меня рубец. Я захожу в его комнату, он лежит, газету читает, это журнальчик. Я ему говорю, Станислав Иванович, а это что у меня? Он говорит, это я тебя укусил. А чего это вы меня укусили? Я ещё после вчерашнего не в себе. Он говорит, так ты ничего не помнишь? Я говорю, нет. Ну, выйди в коридор, посмотри, что ты сделал. Я, короче, вышел. Там цветочки были в горшочках, ну, вот такие примерно вот. Пыль одна. Там телефон был, провод один валяется, телефона нет, вдребезги. Короче говоря, а ты, говорит, вышел из своей комнаты, ну, я у него в гостях в эту ночь был, и, говорит, мне пытаешься что-то вколотить. И я, говорит, никак не могу понять, чего ты от меня хочешь. Я говорю, иди и спи. А ты меня схватил за грудки, поднял, говорит, над полом и стал в меня это вколачивать. И я был вынужден защищаться, а укусил тебя, вот. Я потом еще новеллу написал, зубы профессора Королева. Эта ночь, она была незабываемая. Во-первых, я потом стихотворение это написал, меня поразила бесконечность, разумность жизни, беспредельность во всякой точке, постоянная, непроявляемая. И в этот момент у меня проявилась разумность жизни, беспредельность. Вы представляете, ситуация какая? Никогда не должна проявляться, и в этот момент проявилась, чтобы я мог бы уцелеть. И держала до тех пор, и вдруг исчезла. Со всем своим мироизнанием, во мне оставив вечный след, мне размышлять о том, с чем я столкнулся, с собой или с космосом каким. Вечно размышлять о том, что тайну не раскрыть, что в диалог не дотянуться. Ну, как-то вот так вот. Стихотворение я точно не помню, там я каждый год редактирую, редактирую, потому что очень трудно передать вот это взаимодействие, этот мгновенный контакт с вечностью на пике напряжения. на пике напряжения, связанного еще и с истощением. Так вот, почему так меня прижало и держало, и был бы я там еще... Ну, слава Богу, что свет я увидел, а не чертей там или еще чего-то. Значит, психа была еще здоровая тогда. Так вот, я думаю, почему меня вот так прижало? А потому что в тот момент, внимание, когда я заглянул вниз из окна с 14 этажа, и там белеет снег, я подумал, вдруг меня туда потянет, и мысль назад, и эта мысль на пике напряжения мгновенно, как гипнокоманда, развернулась этим сценарием, что я упал, и сценарий был такой. Я вообще-то понимаю, поскольку я раньше занимался гипнозом, изучал вот эти феномены всевозможные, я даже, знаете, что вам больше скажу? Я когда-то с мамой ходил смотреть гипнотизера, еще молоденький был совсем, и вот вышел человек с микрофоном, а я думал, я маме сейчас все буду объяснять, рассказывать, потому что мне казалось по молодости, что я все знаю про это. Вдруг он с микрофоном вышел, человек, и жестким голосом сказал, добрый вечер, и вдруг я поплыл, поплыл, и сразу выплыл, потому что он сказал следующую фразу. У нас в гостях знаменитый гипнотизер. Оказывается, я попал под конференцию. Вот пик напряжения. Вы представьте себе, на пике напряжения возникает иногда, что разверзнется бесконечность, безвремение. А у кого какая подсознательная активность? Вот мне показалось, что это вот то, что всегда с нами, вечно с нами, это то, что, как говорил Эйнштейн, чувствует, что за вещами что-то есть. Наверное, вы тоже иногда соприкасались с подобными вещами. Может быть, у вас есть после этого ощущение, что есть жизнь, после смерти, или есть ощущение, что много писали разных вещей по этому поводу, опыт разного людей, в зависимости от их структуры, личности. У меня вот такое было, что я потом стихотворение написал через много лет и картину написал «Поющие над Вселенной». Это зависит, у кого какое что случится. Пик напряжения и пик расслабления. Посмотрите, как работает пик напряжения. Я привожу вам разные случаи для того, чтобы вы посмотрели, как мозг работает. это сопоставили разное. Вот, например, если человек в ритм попал в бега, у него наступает освобождение и он уже бежит на автомате. Говорят, марафонский бег. Он может долго бежать, не уставать. На автоматизме. А вот если не попал в ритм, второй момент, у него напряжение растёт. Растёт, растёт, растёт до такой точки, когда он уже преодолевает изо всех сил, чтобы добежать, преодолевает. И когда он преодолел эту точку, тоже лёгкость. Теперь, как второе дыхание. Но второе дыхание-то тут ни при чём, потому что оно пристроилось к ситуации, на самом деле, преодоления пика напряжения. Я уже рассказывал как-то в одном из роликов в отдельном случае, что вот там была бабушка, её внука судили, она сидела в зале суда, и у всех было в таком нервном напряжении, что же будет, что же будет, внук дорогой, любимый, вдруг засудит. И в этот момент, говорит, так напряжение поднялось, и в какой-то момент разом исчезло всё, я, говорит, сижу, меня так слегка покачивает, а мне, говорит, всё равно. Вот как происходит это. Там же бега никакого не было, а пик напряжения, она перешагнула, умысленно говоря, условно говоря. Вот. И возникло освобождение. Такой пофигизм возник. И у нас то же самое, когда человек делает, допустим, левитационные движения, если он был сильно напряжённый, потом он сел, и у него тоже наступает такой пофигизм лёгкий, нерваническое состояние, такой кайф лёгкий, такое хорошее состояние, событие. Приятное. Так вот, после пика напряжения. Так вот, вообще жизнь у нас состоит из напряжения и расслабления. Напряжение и расслабление. По физиологии это возбуждение процессов и торможение процессов. Плюс, минус, плюс, минус. Я не и не, я не и не, можно так сказать. Так вот, по переменной напряжения и расслабления, например, я когда разговариваю, вот я иногда вот так сижу, и когда я очень внимательно слушаю человека, вот это напряжение, чтобы как-то свободнее себя чувствовать, свободнее понимать, о чём он говорит, я невольно, вот так, по переменной напряжения и расслабления, это вот повторяемое действие, кто-то ногой покачивает, кто-то в кресле раскачивается, помогает сам себе снимать напряжение. Вот это помеременное напряжение и расслабление, напряжение и расслабление, отсюда чётки пошли, отсюда мантры пошли, отсюда молитва повторяемая пошла, из устройства природы человека. Вот такие дела, друзья. А есть там жизнь после смерти или нет жизни после смерти, там оттуда никто не возвращался, поэтому это всё переживательные моменты, феномены. Я вам больше скажу, очень интересная вещь, я хочу об этом сказать в следующем ролике. Это очень интересное событие, что есть интенсивный процесс, экстенсивный процесс, например, обучение. Можно повторять какое-то действие, повторять какое-то действие тысячу раз, а можно его, это действие, то есть сочетание что-то с чем-то, сделать один-два раза, и очень быстро получится навык. Ну, например, писать, там петь, танцевать или там что-то заучивайте. Это же большая глобальная задача. Она у меня решена, а я вам расскажу в следующий раз, как и от чего зависит скорость формирования навыков. Это очень интересно, потому что если меня спросите, друзья, а что самое главное в жизни, вот какую проблему бы решить и много в жизни бы изменилось. Скорость обучения. Есть интенсивное обучение, когда ты повторяешь, пока не получится, а есть интенсивное обучение, когда ты в определенном состоянии повторяешь, когда помех нет в этом голове, и у тебя быстро происходит соединение одного с другим, формирование навыка, ну, любого навыка. Будь то букву А писать, будь то там вставать вовремя без будильника, ну, любого навыка. Я расскажу в следующий раз. Это очень интересно. Итак, друзья, что же вы мне сказать? Такую тему я сейчас затронул. Конечно, возникнет у кого-то недовольство. Как же это не бывает в жизни после смерти? Я сам испытывал это. Там туннель, свет в конце туннеля. Кто-то расскажет, что во время наркоза он видел себя со стороны, как-то, мол, оперирует или еще что-то такое. Я же с этого и начал. А вот девушка, которая сказала, я вижу себя со стороны, когда она делала разгрузку, это была Таня, жена моего друга Францина Олега, который написал статью в газете «Правда» очень много лет назад. «Получи задание, отдыхай». Это была сенсационная статья в газете «Правда», потому что тогда мы все не могли отдыхать во время работы. Мы должны были работать. А в газете «Правда» появляется статья «Получил задание, отдыхать». Это было о том, как я использовал метод «Ключ» для обучения сотрудниц, операторов микросборки, которые работали с микроскопами в электронной промышленности. Получил задание отдыхать. Я их обучал снимать лишнее напряжение, прямо чтобы они могли это делать на своих рабочих местах. Итак, друзья, а его жена Татьяна была одним из основателей газеты, известнейшей потом газеты, которая называлась «Спид-инфо», и которая научила нас всех в Советском Союзе, что, оказывается, есть секс. Да, и много чего, оказывается, есть. Да, друзья, вот кто сейчас молод и не знает того времени, да, было такое время, когда об этом не говорили, в газетах не писали, как будто этого и нет. «Спид-инфо» как раз-таки много говорило о сексе. И люди многое узнавали с разных сторон об этом. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok